Вот не было ли желания что-то приукрасить, где-то какие-то моменты смягчить? Нечестна в своих вот рассуждениях. Когда этот снимок был сделан, она у нас была Жанной Д'Арк, они ставили задачу полной независимости от Татарстана. А как вот все-таки удалось купировать вот эти национальные конфликты и вот этот непростой спор с Москвой? Мы прошли по острее ножа. Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Дарья Петрова. День Республики сегодня отмечает наш Татарстан. В этот день, в 1990 году, Верховный Совет Республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. А потому тема нашей беседы сегодня – новейшая история Татарстана. Что происходило у нас в кровавые 90-е? Как достигались договоренности между Республикой и Федеральным Центром? И какой он, современный Татарстан? Будем разбираться вместе с экспертом в нашей программе. А разобраться в этой теме нам поможет писатель, журналист, главный редактор интернет-газеты «Казанские истории», заслуженный работник культуры России и Республики Татарстан Любовь Владимировна Агеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Только я бы поспорила писателем. Я себя никогда не называю, хотя у меня действительно несколько книг вышло. И лежат некоторые из них перед нами сейчас. Это свежий, например, том новейшей истории Республики Татарстана, видимо, перед собой. Обязательно сегодня с ним познакомимся. Ну и ваше в соавторстве эта книга с Фаридом Мухамедшиным. Да, соавторы, составители два человека. Председатель Государственного Совета Фарид Хайрулыч Мухамедшин и я. В тот момент, когда проект начинался, я руководила пресс-центром Государственного Совета, а заканчивала уже как бы свободным журналистом. Свободным в смысле уже не работающим, потому что моя газета – это общественная газета. Вот как мы понимаем, это своего рода такая как бы летопись, да, тех лет, которые пережил Татарстан, и в том числе непростые для него годы. Но невозможно не спросить о том, что все-таки ведь есть тут какой-то и субъективный взгляд, несмотря на то, что это произведение литературное, тем не менее все-таки в нем, наверное, присутствуют ваши личные какие-то мнения. Вот как избежать этого? Как человек, занимающийся историей и работающий с мемуарной литературой и собственной памятью, я могу сказать, что это правильное опасение. Я читала, в том числе и по истории нашей республики, читала литературу, и где-то субъективизм не там, так и здесь, но он все-таки проскальзывает. Но я специально намеренно выбрала такую форму, синтетичную форму повествования, когда мне очень трудно быть субъективной. Потому что есть экскурсия во времени, как я это называю, каждый год представляя. И есть рядом тут же, есть фотографии, есть стенограммы сессии, есть документы, есть письма, есть документы общественных организаций. И мне весьма трудно быть здесь субъективной, потому что читатель сразу увидит, что я, как бы так сказать, нечестна в своих рассуждениях. Вот не было ли желания что-то приукрасить, где-то какие-то моменты смягчить, которые были очень острые, например, какие-то вещи, да, в нашей истории так или иначе? Был такой случай, могу об этом сказать, потому что Фарид Харурч признался в этом публично в одном из интервью. Я думаю, что ему хотелось где-то что-то сделать, но как он писал, не для того, чтобы приукрасить себя, как бы для того, чтобы, может быть, сакцентировать как-то по-другому. У меня были другие затруднения. С основной частью этой книги является рубрика, где мы, она называется «Глаз народа», мы там даём слово журналистам. Там цитируется иногда полностью, но чаще фрагментарно, какие-то материалы, средства массовой информации. И вот здесь я не скрою, порой испытывала такие вещи, что приходилось думать, как сокращать, как убирать какие-то вещи, потому что должна признать, что журналистика за это время изменилась очень сильно. Например, если вы посмотрите, какие были сопроводительные материалы, когда наш сегодняшний президент стал премьер-министром, и как журналисты встретили вот это событие, то, я так думаю, сегодняшние журналисты бы точно такого не написали. Потому что тогда журналисты были и смелее, и... Тогда была и политика несколько свободнее. Конечно, я как раз про это говорю, о том, что за это время очень многое изменилось, как бы, так сказать, и поэтому иногда советоваться приходилось. А вот как будем здесь? Ну, слава богу, мы всё-таки фрагменты давали, поэтому, конечно, мы могли... Но я могу сказать, что, например, в первом томе у нас там есть большая фотография, прямо на пол полосы Фузии Байрамовой, её несут на кресле в Верховном Совете. Но когда этот снимок был сделан, она у нас была Жанной Д'Арк, она была у нас предводительницей национального возрождения, и у всех на устах было её имя. А сегодня все стараются его забыть. Да, и мне как бы это самое... Я дала вот этот снимок, и мне сказали, ой, нехорошо, Ольга Флодин, давайте этот снимок... Давайте не будем её преувеличивать, её роль, давайте этот снимок сделаем поменьше. Я говорю, это ведь не я её поставила на пьедестал, этого человека поставила на пьедестал, можно сказать, сама историю. Как бы здесь наше сегодняшнее восприятие, оно как бы не должно отражаться на истинную роль этих людей в то время. И вот, кстати, про то время, да, если всё-таки возвращаться к тем событиям, которые описаны во всех этих книгах, вот нельзя отрицать, наверное, что жизнь Татарстана в корне переменилась с 30 августа 1990 года. Но и эти события тоже невозможно рассматривать отдельно от общей истории того времени нашего государства. Давайте посмотрим, небольшой экскурс в историю попробуем провести, и обсудим с вами эти события обязательно. Отстаивая свою самостоятельность и национальные автономные республики. Среди них лидерами выступали Татарстан и Чечня. 30 августа 1990 года парламент Татарстана провозгласил государственную суверенитет. Главное — сохранить, приумножить ту дружбу народов нашей республики, которая сложилась веками на нашей земле. Между тем, в Москве углублялся кризис власти. Президент Советского Союза Михаил Горбачёв и председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин вели своеобразное состязание по раздаче союзным республикам и автономиям демократических свобод. Во время визита в Казань Ельцин провозгласил свой знаменитый лозунг о заглатывании свобод. Не надо исходить из того, сколько Россия вам даст прав. Исходите из того, сколько вы можете взять самостоятельно. Воистину страшные времена переживал Татарстан в те годы. Скажите, пожалуйста, как удалось достичь тех договоренностей, которые были достигнуты? Я бы не назвала их страшные годы. К счастью, мы прошли по острее ножа. Потому что одновременно развивалось несколько сложных конфликтов. И каждый из них мог закончиться совсем другим. Пойти по другому сценарию. С одной стороны, у нас были очень сложные отношения с федеральным центром, которому не совсем понравилось то, что у нас происходит. Легко было Ельцину сказать, чтобы мы взяли столько самостоятельности, сколько мы сможем осилить. И мы ведь, по сути, именно так и сделали. Второй конфликт, который тоже мог плохо кончиться, это был конфликт внутри татарского языка. Национальный. Да. Они хотели национального возрождения. Они хотели возрождения татарского языка, особенно остро. Они хотели национального образования. То есть, чтобы были детские сады. Я помню, какой был сильная дискуссия о том, можем ли мы открывать национальные детские сады. Потому что или школы, или татарские классы. Они разъединят ли это все? То есть, как бы, так сказать, были такие определенные группы людей. Они вот потом сформировались вокруг как раз Фаузии Байрамовой, ее партии Тифака. Была еще более такая радикальная организация, комитет суверенитета, который ставил... Они ставили задачу полной независимости от Татарстана. И в этом, конечно, их не поддерживало руководство. Было понятно, что руководство понимает. В центре Российской Федерации говорить о полной независимости... Конечно, невозможно. О России как о соседнем государстве, что звучало на их митингах, конечно, невозможно. Я помню, когда уже в Казанских Ведомостях я работала, мы сделали перепечатку одной из статей Фаузии Байрамовой. Ой, мы сегодня ее как вспоминаем. Татарин познается на площади, в которой она впервые позволила себе какие-то очень нелестные высказывания о Российской Федерации, о русских в частности, чего никогда раньше не делала. То против этого высказывались не русские, а высказывались татары. Очень интересно. Потому что никому не хотелось... Подписываться. ...с войны. Вот я вспоминаю диалог с одним мужчиной у редакционного как бы здания. Он говорил, нам не надо, чтобы вы говорили на татарском языке. Достаточно того, чтобы я вам сказал и сан-месес, и вы мне сказали здрасте. То есть вы меня поняли. Давайте послушаем небольшие воспоминания тех самых людей, которые когда-то, может быть, имели к этому отношение. Послушаем и вместе обсудим потом. К тому времени в Татарстане уже существовало несколько национальных политических структур. Самым многочисленным был Татарский общественный центр. Его лидеры требовали выхода республики состава России и образования нового независимого государства. При этом к Москве предъявлялись серьезные территориальные претензии. В 90-е годы мы большой массой поднялись, думали, что мы приобретем полную свободу, что будет у нас своя республика, государство, банки, денежные обороты, своя армия. Среди татар было таких очень радикально настроенных. Было очень много в то время. Считали, что мы не сможем договориться с Москвой. Среди русских был страх, что вдруг все это приведет к полной независимости и так далее. А как все-таки удалось купировать вот эти национальные конфликты и вот этот непростой спор с Москвой? А вот так получилось, что это происходило одновременно. То есть выстраивая отношения с Москвой, руководство республики и прежде всего лично президент, как бы, так сказать, одновременно снимал вот это напряжение в обществе. Причем происходило это очень сильно. И пиковым таким вот моментом для этого стал двусторонний договор с Российской Федерацией. Ведь дело в том, что когда декларацию принимали, одним из ее пунктов являлось положение о том, что Татарстан поддерживает отношения с Российской Федерацией на основе договора. Первый вариант договора был готов только летом 92-го года. То есть это уже после того, как у нас уже была принята новая Конституция и удалось добиться соприкосновения самых крутых требований федералов и самых крутых требований националов, потому что они были вынуждены договариваться, иначе просто Конституции бы не приняли. Такой был Верховный Совет поляризированный. А вот сам договор удалось принять только в 94-м году. 15 марта мы как бы отмечаем всегда годину вот этого колоссального события. Внутренние проблемы, политические проблемы прежде всего, они тем самым тоже каким-то образом начали так спадать. Не сразу, потому что националы, например, особенно крутые националы, они этот договор... Им показалось, что мы слишком много позиций сдали в Москве, что мы там, как бы, так сказать, от многих вещей отказали, но... Прогадали. Да, не зря говорят, политика это искусство возможного. Насколько было возможно, настолько договорились. Но договорились о многом, потому что договор, он был только политическим документом. А рядом с политическим документом были 12 соглашений между правительством Российской Федерации и правительством Республики Татарстан. И вот эти соглашения, они предусматривали как раз или гарантирование самостоятельной статусы. Но можем ли мы говорить, что мы стали своего рода государством внутри государства? Ну, мы вообще-то по Конституции Российской Федерации, мы государство. Но, к сожалению, когда об этом напоминала, вот я при возможности общения с журналистами московскими, то как бы для них это выглядит каким-то откровением, что, оказывается, у Татарстана есть по Конституции какие-то права, в которых он абсолютно самостоятельный. Если говорить об экономической стороне, то как бы мы довольно быстро, уже в 93-м году, мы уже понимали о том, что политические договоренности или политические, как бы вот эта самостоятельность, это даже не полдела. Как бы надо было выстраивать экономику, надо было распоряжаться теперь уже вот такой большой собственностью. Если там, скажем, о политических свободах говорили на площадях, а митинги были, представляете, площадь свободы, и она целиком наполнена людьми. Это же вот, как бы так сказать, вот, ну вот здесь вот на первой обложке, вот видите, эта площадь хорошо вот-вот она как раз вот передает. А вот то, что касается экономики, это уже не дело площади регулировать. Смотрите, это же вот все мы с вами говорим о высокой политике, да, а если говорить о простых людях, которые в том числе вот и на этих обложках, да, расположены на всех, как изменилась их жизнь после принятия этой декларации, после всех этих важных документов? Выстраивая экономику на новых принципах, на новых принципах, уже с учетом документов о собственности, с учетом распределения полномочий между Федеральным Центром и Республикой Татарстан, создавалось правовое поле и экономические возможности для того, чтобы в какой-то степени облегчить жизнь людей. Мы очень серьезно облегчили жизнь людей, потому что у нас не было галлопирующих цен, у нас цены очень долго регулировались, у нас была введена талонная система. Как правило, про нее очень много и плохо говорят, но наша талонная система, она как бы, во-первых, гарантировала там, скажем, положение мое личное. Я иду после работы в магазине, уже ничего нет, но в основном свой талон, я всегда все куплю. Но это был только один момент, а другой был момент, то, что кругом, вокруг цены были выше. И если бы мы не гарантировали... Вы имеете в виду в других регионах? Да, в других регионах. И если бы, как бы, так сказать, талонов не было, то тогда, как бы, так сказать, мы бы пришли, а там уже ничего нет, потому что гости из других регионов все раскупили. А потом, смотрите, был очень тяжелый период, когда у нас, как бы, так сказать, были осложнения в самой Российской Федерации, и не хватало денег, и наши федеральные военные предприятия были без заказов, были без денег люди, голодали, ведь в прямом смысле же голодали. И ведь тогда пришлось взять их на республиканский бюджет. Я помню, я уже работала в это время в Государственном совете, это уже было время Фарита Харуловича Мухамедшина, как бы, так сказать, возили им продукты, и в долг, под будущую зарплату им давали продукты. Конечно, со временем мы начали жить так, как жили все другие республики или области. Но я могу сказать, что вот у меня родители жили в Самарской области, и я к ним регулярно ездила. Приезжая при этом Татарстан и Самарская область, и картина была, конечно, разительной. А вот сегодня вы слышите это эхо той декларации? То есть вы видите какие-то, какой-то отклик от тех лет? Мы сегодня, ну, наверное, не всем понравится то, что я скажу, но я скажу, что в каком-то отношении сегодняшнее состояние республики, оно даже, будем так говорить, немножко хуже, чем у автономной республики. Скажем, у нас в автономной республике было Министерство внутренних дел Татарской, Автономной, Советской, Социалистической республики. У нас сегодня с вами Министерство внутренних дел Российской Федерации по республике Татарстан. Что такое суверенитет? Это значит, ты отвечаешь за себя. Сколько у тебя есть денег, сколько заработал, столько и получил. Мы ведь очень долго ничего из России не получали. Сейчас бюджетные отношения стали совершенно другие, сейчас как бы они коренным образом преобразовались, но я уже сказала, что наши руководители, они находят выход из любых ситуаций. Будем надеяться, что и дальше все продолжается в том же духе, что и дальше будут находиться выходы из самых сложных ситуаций. Спасибо большое вам, Любовь Владимировна, за эту интересную беседу. Это была программа «Актуальный разговор», и сегодня мы обсуждали новейшую историю Татарстана. Спасибо, что сегодня были с нами. Всего доброго и до встречи. Подписывайтесь на канал «Татарстан-24», не пропускайте интересные выпуски, жмите колокольчик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова